По сообщениям из Брюсселя, пятый пакет санкций в отношении режима Лукашенко будет принят раньше, чем четвертый. Вот такие вот интересные дела. Итак, четвертый пакет санкций будет принят в начале декабря. Есть разные даты. Первое декабря или же восьмое декабря он вступает в полную силу. И тогда практически все банки, крупные предприятия, да и вообще экономика страны, точнее лукономика, покатятся под откос. Однако, когда европейцы принимали четвертый пакет санкций, они просто не все успели просчитать и не все учли. То есть там оставалось несколько лазеек, по которым Хунта Лукашенко имела возможность где-то что-то урвать для себя, где-то что-то украсть, где-то что-то перехватить и таким вот образом обойти санкции и каким-то образом выжить. Именно в связи с этим, а также в связи с тем, что четвертый пакет санкций, он изначально не включал абсолютно всех, все многогранности, скажем так, лукономики, был принят пятый пакет санкций. Он особенно коснется банковского сектора, химии и так далее. Практически абсолютно всех областей белорусской экономики, которой не коснулся четвертый пакет или там, где можно его обойти. И вот интересно, что этот пакет будет принят уже в ноябре, то есть еще раньше, чем вступит в действие пятый пакет санкций. А теперь представьте себе, какая катастрофа, какая начнется у Лукашенко уже в начале декабря ближайшего, когда из-за нехватки запчастей, абсолютно всего денег и так далее, остановятся практически все заводы. Я уже не говорю о стачке, стачка может быть, может не быть, я не знаю, будет не будет. Но из-за санкций остановятся заводы, производство, практически все станет. Торговля, естественно, банковские переводы. И что тогда будет, пока сказать сложно.